Основная база, все строители свободны, деревня строителя, все строители свободны, остался всего один шаг и сегодня я стану фул тх 15. И это полный обзор моего основного аккаунта спустя 6 лет активного развития. Всем здорова друзья, с вами Тим и это новое видео на моем основном аккаунте. И сегодня я сделаю то, что запланировал в прошлом видео, это прокачка одного левела питомца и после этого я могу с уверенностью говорить, что я фул тх 15. Кто скажет, что забор не прокачан или какой-то деф зеленого цвета, это не ко мне вопрос, это вопрос к разработчикам, ведь все-таки они до сих пор не добавили эту прокачку. Ну а забор мы прокачивать дальше не можем, просто мне там советовали, почему ты продал руну, если ты мог ее использовать и прокачать забор. Я не могу прокачать забор, как я его вкачаю. В общем-то друзья, сегодня будет полный обзор аккаунта, что это вообще такое. Это я вам оставлю в описании все свои расстановки на основную базу, все расстановки на деревню строителя, полный обзор ачивок, которые пройдены, скины, оформления. Короче говоря, абсолютно все, что касается этого аккаунта. Но для начала предлагаю вам собрать награды с игр кланов, все же это важная штука. Ну и как раз-таки отсюда вам не нужна книжица. Тут мы забираем лопату, гемы. Короче говоря, все то, что мне будет приносить профит, я отсюда вас забираю. Тут, конечно, можно и это, и это взять, так как ни того, ни другого у меня нет. Но все же, тут забираем 40 гемчанов, тут забираем вот это. Ну и, конечно же, гемчики сейчас дополнительная награда у нас будет. В итоге я получу со всего, со всех игр кланов около 200 гемов, да, отлично. И как раз-таки сейчас мы уже можем позволить себе потратить дарк на ядовитого ящера. И, кстати говоря, я бы сейчас высказался, честно говоря, про питомцев, про то, что разработчики придумали, и это как-то неправильно. Вот как раз-таки все. Я зафулился, я этого ждал, наверное, дня два где-то, чтобы записать это видео. Ну вот, буквально за секунду я все это сделал, и нет кнопочки исследования, лаборатория тоже полностью зафулина, и по профилю тоже можете понять, что я тоже полностью фуловый. Но вернемся все же к теме питомцев. Я не пойму разработчиков, они добавили сразу четырех питомцев, но при этом не могут добавить сразу весь забор. Это что за логика? Почему я высказываюсь про питомцев так? Да потому что, смотрите, четыре питомца, грубо говоря, 36 левлов, да, вам нужно прокачивать. И каждый питомец апается отдельно. Какого фига я должен почти сорок левлов апать, по три, по пять, по семь, по восемь дней, это еще и с пропуском, заметьте, и ждать кд, вот это гребанное. Почему я не могу вкачать сразу два питомца или три поставить? Конечно, это все будет быстро, но если с героями мы можем позволить себе сразу потратить три-четыре строителя на героев, то какого фига я так должен был долго качать питомцев? Я уже всю базу вкачал, все строения дефа, забор, даже героев и то вкачал, а вот питомцев я прокачивал на полтора месяца дольше, чем все остальные постройки. Сколько ресурсов на данный момент у меня имеются? То есть медали ЛВК, медали рейда, обычные ресурсы, гемы. Ну, честно говоря, не так давно я закончил прокачку, поэтому я закупил просто молотки, и как бы все, и три соточки почти у меня имеется медалей ЛВК. Также обычные ресурсы у меня тратятся на кузницу, ну и как бы, естественно, их копить бредово, я уж лучше помогу в прокачке столицы клана. Гемчиков всего две с половиной тысячи, но я недавно покупал книгу, чтобы как раз-таки этих питомцев качать, а так было бы 3К, но все же они скоро уйдут, когда разработчики добавят еще какую-то прокачку героев, и я буду покупать за эти гемы книги героев. По волшебным предметам основная часть вся накоплена, не только руны Дарка, потому что сегодня я ее потратил, книгу, потому что тоже потратил, ну и книга всего туда тоже залетала, а про вот это, ну, короче говоря, посмотрите, просто прошлый ролик я там потратил абсолютно все. Ну и по ресурсам медали, точно, медали рейда тоже тратятся, и, как я и сказал, тоже в прошлом видео затарил 250 тысяч Дарка, сейчас мы такого уже себе позволить не можем, потому что есть лимит, и добавили еще лопату, которая не всем нужна, но приятно, что хоть что-то новое они добавляют, но вот с тем, что ресурсов мы теперь много купить не можем, это, конечно же, очень плохо, и разработчики усложняют нам задачу в фарме. Оформление разработчики вносят очень часто на каждый ивент сейчас, ну, потому что это дополнительный доход и очень даже неплохой, с учетом того, за сколько они их продают, я сразу же задумался, стоит ли мне покупать каждое оформление, и в итоге я этого не делал, так как их и так уже, смотрите, сколько. Пиксельное это, по-моему, халявное было, и также джунгли тоже халявное, все остальное, насколько я помню, платное. Зимняя, к девятой годовщине, тыквенная, вот недавно красочная тоже получилась пропуска, пираты тоже. Короче говоря, этих оформлений, знаете, сколько было? Мне кажется, штук 30, наверное, уже я, конечно же, все не покупал, но их очень много, вы можете их на сегодняшний день прикупить. Вот, пожалуйста, сколько даже в продаже сейчас стоит, которых у меня нету? Три, еще три, шесть, семь оформлений только стоит в продаже, которые уже были в игре. Я, как и говорю, их, наверное, штук 20-25 точно было. Ну, а про героев я так вообще молчу, их реально очень много, как платных, так и за гемы, которые тоже полторы тысячи стоят. Если же у вас вообще скинов нет и вы не донатите, то да, стоит потратить полторы тысячи гемов и когда-то купить себе скин. Но этих скинов у меня тоже очень много, вы можете посмотреть на каждого героя, какие скины на данный момент у меня имеются, и выбор действительно есть. Весенний, осенний, фановые какие-то скины, короче говоря, каких только нету на королеву. На хранителя уже тоже подкопил прилично, вот это был самый последний, но в целом на хранителя почти все красивые, но правда попадаются, да, вот такие вот, да, в целом и на Кинга тоже попадаются. На чемпиона тоже достаточно скины интересные, красочные и есть из чего выбрать, но их заметно меньше, чем на того же Кинга. И да, самый такой топовый это Голем, которого я не покупал, а хотя я его мог получить бесплатно, но что-то я как-то забыл, короче, проходить пропуск, какой-то месяц был, не помню, но и в итоге не получил, но покупать я его, конечно же, не буду, так как этих скинов реально очень много, и выбрать, как говорю, есть из чего. Сегодня я вообще думал провести еще парочку атак, чтобы посмотрели, какой уровень игры у меня, ну и как он изменился спустя столько лет, и, честно говоря, передумал. Все же это обзор аккаунта, и не вижу смысла здесь это показывать. Я сегодня лучше покажу ачивки, расстановки, объясню, почему я их использую, и все в этом духе. Да и тем более, есть постоянные зрители, которые знают, что уровень скилла не растет с прокачкой, и вы можете быть абсолютным фуллом, как я, и быть такой же ракушкой. Ну, потому что нет желания у меня прям быть каким-то киберспортсменом, я играю больше фаново, и бывает такое, что я каким-то рандомным нубомиксом могу затащить на 3 звезды, а бывает такое, что я использую какой-то микс из топов, которыми всегда они делают трешки в легенде там, но при этом я могу слить на 0 звезд или на 1 звезду, так что уровень скилла не зависит от вашей прокачки, все же зависит от ваших прямых рук, и от желания, если вы хотите научиться. Ну и вот как раз таки мы уже приблизились к миксам, которые я использую, я сегодня не буду показывать вам миксы топов, которые они используют, я покажу то, что я использовал, и использую по сей день, но некоторые миксы, конечно же, реже. Самый мой сейчас активный микс, это с супер шахтерами, потому что это реально имба, вы можете посмотреть ролик про ЛВК прошлое, и там я его использовал, и показал во всей красе, насколько он эффективен, и частенько залетают трешки, но в основном, конечно, это прям железная двушечка, так что супер шахтеры, это имба для двушки. Вот этот микс для меня устарел, потому что он нестабильный, бывает такое, что швырятель у вас куда-то уходит, ломается, взрывается, и все, предзаход у вас уже не получился, также повлеры могут выйти, куда-то пойти не туда, короче говоря, этот микс мне тоже не очень нравится, но вы можете копировать себе этот состав, и попробовать им сыграть, либо просто написать микс с супер вышибалами в ютубе, там есть отдельное видео на эту тему, десант плюс драконы, то есть это вы закидываете в дирижабль, ну в КК, супер лучниц или магов, залетаете в центр, сносите орла, ТХ, КК, там не важно, самое главное основной дефенс нести, ну и после с какого-то угла, начинаете заход, предзаход по углам, и основную часть закидывать в центр, сносите, так скажем, драконами эту базу, и получается, что если у вас предзаход из лучниц супер, или же магов был хороший, то скорее всего драконы у вас добьют базу до трех звезд, если же нет, то железная двушечка, КВ Мастроп, это тоже уже старый микс, но он как правило используется на ратушах пониже, и кто-то использует трясов меньше, то есть пробивает только одну секцию, ну а тут же просто представлен микс, который, ну так скажем, не универсальный, да и плюс осадную машину тоже не смотрите на нее, частенько она просто не нужна, так как 8 трясов, и осадную используют другую, там типа казармы, или же вообще даже на воздух какую-нибудь, ну допустим, дирижабль или камневросатель, там я не знаю, ну в общем все зависит от расстановки, естественно, я не могу в одном видео показать сразу же все миксы, как их использовать, с чем использовать, на каких базах, потому что все это приходит с опытом, ну и надо хотя бы одно отдельное видео записать на каждый микс, чтобы посмотреть на всех расстановках эффективность данного микса, гибрид вы наверняка знаете его уже с ТХ-10, так как там шахтеры открываются, и частенько юзают гибрид, как с квинхиллом, так и без него, тут же представлена версия с квинхиллом, фары микс тоже открывается у нас на ТХ-11, просто берешь джампы, рейджи, кто-то берет инвизы обычные, ну и соответственно вы понимаете, что нужно сделать, забрать просто ресурсы со сборщиков, хранилищ, и ТХ конечно же тоже можно легко забрать, благодаря джампу и гоблинам, дружеская армия, это тоже можно сказать фарм микс, я частенько играю с супер мухами, ну и они просто фановые, но при этом вы как бы закидываете их коридором, и частенько так же залетают трешки, я даже удивился, когда записывал отдельное видео, это действительно круто, интересно и захватывающе, расстановками я конечно же с вами поделюсь, но те игроки, которые играют в легендарной лиге, да или же просто играют частенько КВ, они поймут, что эти расстановки уже никуда не катятся, это просто стандартные, можно сказать, расстановки, которые можно использовать, но при этом топовые игроки, ее снесут просто закрытыми глазами, итак, первая расстановка это просто, где можно просмотреть у нас полную прокачку ваших строений, ну там дефенс разглядеть детально, как-то или шахты, или ловушки, короче говоря, все удобно просматривать, и наблюдать за вашей фуловой прокачкой, вторая расстановка тоже неплохо стоит в защите, она уже, ну как бы рассчитана на защиту, но в то же время, ТХ допустим стоит здесь рядом, кто захочет с джампом, может легко забрать ресурсы гоблинами, как с ТХ, так и с хранилищ, короче говоря, это не сильно защищено, но есть отдельные плюсы, то что хранилища стоят, можно сказать, в каждой секции, вот например, чтобы забрать вот это, им нужно пробить секцию, потом нужно еще вот здесь пробить секцию, ну это для тех, кто будет атаковать гоблинами, но я заметил, что сейчас играют гоблинами реже, так как гоблины эффективны только при фарме, ну при быстром фарме, ну а таких сейчас очень мало игроков, и как правило играют, что КВ миксами в глобале, что обычными, и частенько просто берут двушку, трешку, и забирают половину ресурсов, ну и последняя расстановка, которая на основную базу идет, эта расстановка была, по-моему, самая последняя, ну и, можно сказать, оптимальна для защиты Дарка, так как не каждый увидит, допустим, хранилище, и начнет нападать с этой части, ну а тут встречает целая куча ловушек, дефа, и частенько не заходит просто до Дарка, но все же, повторюсь, гоблинами прям легко сносится тоже, и забирается Дарченский, как с Теха, так и с хранилища, все самое главное, это почистить сборщики, а потом уже поражать хранителя, закинуть гоблинов, ну и как бы вы сами все понимаете, вообще гоблины, как бы такой универсальный юнит для фарма, который может сломать любую базу, и забрать как Теха, так и все ресурсы, КВ расстановками я с вами точно, наверное, даже и делиться не буду, одну только скину свою основную, и то не факт, что она вам понравится, так как я никого игрока, играю только ЛВК, но эта расстановка меня устраивает тем, что частенько сносят люди просто одну звезду, и как бы все, двушки нету, но и частенько залетают со стороны ратуши, просто забирают гоблинами Теха, а с другой стороны набивают какой-то процент, и в итоге это двушка, но чтобы прям трешку делали с этой расстановки, ну это нужно очень сильно постараться, и я по-моему даже и не помню, чтобы меня за эти 4-5 месяцев сносили на 3 звезды, если какой-то сильно топовый клан может быть в ЛВК, то возможно, но ссылочки на все эти расстановки будут в описании этого ролика. Вот мы и пришли, можно сказать, к самому интересному, но в то же время и не очень, потому что я никогда не брал гигантские рекорды, так как не видел в этом смысла, я вот только сделал красивую цифру, кто знает, тяжело в глобале, а точнее в легендарной лиге подгадать такую цифру, у меня же это получилось, но, естественно, я вам говорил то, что я смог бы запушить примерно 5800, а если бы прям сильно захотел бы, может быть и к 6К подобрался, но не вижу смысла, я, как говорю, я больше фан-игрок, и рекорд у меня пока что вот такой. КВ я уже не играю очень давно, это звезды набитые очень давно, и на низких ратушах, сейчас же за последний год, наверное, ну, около 100 звезд набил максимум, даже 50, наверное. Что касаемо профиля ачивок, он, естественно, сейчас фуловый, ведь я же не просто так записываю это видео, все у меня питомцы лову, короче, все фул, все, просто все фул. Что касаемо ачивок, вот можете посмотреть, сколько сфармлено черного эликсира, естественно, счетчик золотых и эликсира уже сломался, за 2 миллиарда перевалил, миллиарда точнее, а черного 41 миллион получается. Всего очков за сезонные испытания 142 тысячи, 50 тысяч очков, ачивка пройдена уже почти 3 раза, кустов препятствий 10 822 убрано, ну, естественно, забрал миллиард ресурсов с сокровищницы, это очень много, более миллиарда даже. Ну и, конечно же, вы должны понимать, что не все вот эти вот задания проходятся даже на ТХ-15, вот, например, пожертвуйте заклинания. Это можно выполнить легко, но это нужно чисто сидеть всегда в онлайне и донатить вот эти вот все банки, и я бы, возможно, давно бы прошел это задание, ну или же нужно ходить по кланам и раздоначивать все банки, которые вы варите под бустом или же за гемы, по одному гему тратить. И, кстати, если донатить по одному гему, это задание можно пройти, ну, я думаю, за пару дней, если прям захотеть. Но я таким не страдаю, мне неинтересно пройти эти ачивки, хотя за количество гемов, которые дают, хотя я столько гемов и потрачу-то, по сути, даже больше. Это получается, чтобы 5000 заклинаний мне дать, это нужно 5000 гемов? Не-не-не. Не, что-то я не... Не-не-не. Вообще не выгодно. Кау-не. Вот как придет это задание, так я и пройду. Также осадную машину 5000 еще очень-очень долго. Все остальные задания уже, естественно, пройдены. 5000 атак, мне кажется, прошли только избранные или те, кто сливает кубки до нуля и потом на них сливают, потом он опять сливает. Короче говоря, специально делают так, чтобы на них сливали атаки, ну и, соответственно, проходит это задание. Дальше все эти задания пройдены. Уничтожьте 2500 арбалетов, у меня уже 18500 почти. Также у нас не пройдено задание с 4000 швырятелей. Кстати, я уже скоро пройду. Это плюс 1к гемов. Очень даже приятно. 250 гемов нам дают за уничтожение 400 башен. Заклинание. Ну, это недавно появилось. Монолиты тоже недавно появились. Можно простить гоблинов. Да, скоро будет видео с последними картами. Я все никак не решусь. Мне лень. Но пройти нужно и забрать эти маленькие гемчики. 150 гемчиков всего. Я думаю, если бы давали гемов 300-500, я бы, наверное, уже давно бы прошел. Мне бы эти гемы пригодились. Супер воины я тоже не часто пустил раньше. И поэтому задание тоже не пройдено. Ну и последние задания со столицей клана будут пройдены уже тоже совсем скоро. Вот тут-то да. Я играю активно. Плюс сейчас с бущу получается. Получаю золото. Ну и эти 750 гемов я думаю будут получены примерно через месяц-полтора. Мне кажется, это первое и единственное видео на моем канале, где я детально разбираю полностью свой аккаунт по ачивкам, скинам и декорациям. Даже, кстати говоря, декорации. Смотрите. Я в начале ролика сказал, что 6 лет, но у меня есть аж 8 елок и это нифига не 6 лет. Но на самом деле аккаунт просто существовал. Я на нем не играл. И если прям сложить сколько я активно прокачиваю этот аккаунт, то это будет, наверное, года 3-4 максимум. Потому что все это время аккаунт бездействовал. До ТХ 10 я дошел, по-моему, ражерской. И все, аккаунт я потом не развивал. Но тогда, когда я потерял свой основной аккаунт в 20-м году, по-моему, я его начал активно развивать. И как вы понимаете, каждую обнову я фулю очень быстро. Ну и на сегодняшний день я фул ТХ 15. Естественно, в этом ролике должно быть вообще очень часто эта фраза проскакивать. Но что-то я прям сдаю позиции не говорю, что я фул ТХ 15. Декорации. Можете посмотреть еще какие-то арты есть у меня по краям. Все выставлено. Всякие фонарики тут, всякие фейерверки, трава, деревья, тыквы. Ну, не скажу, что так прям много. Самая главная задача у меня была каждый год получать елку. И как вы видите, с этой задачей я справился. Про деревню строителя в целом сказать нечего. Так как я тут практически не играл. Я ее просто зафулил. И все на этом. Максимальные кубки у меня 5616. Лаборатория, герой. Конечно же, это все фул абсолютно. Тут показывать нечего. Но так как скоро будет обнова на ДС, достаточно масштабная, спустя 4 года, я просто обязан запихать это в обзор аккаунта. Но на самом деле я тут даже и посоветовать то толком ничего не могу. Расстановки у меня также банальные. Расстановка, где прокачка ваша видна. Расстановка, которую я использовал первую на высоких трофеях. И... Нет, вот это, по-моему, первая была. А потом мне вот это уже закинулся клановец и как бы я ее использовал. Но она, кстати, по-моему, даже лучше в плане дефенса и частенько люди сливают на одну звезду и не доходят до ратуши. А кто заходит со стороны ратуши, они сносят максимум ратушу и 50%. И, ну, как бы я сносил поболее, поэтому кубки апались. Но тут я не играю уже, наверное, года... Ну, полтора активно точно не играю. Максимум выформлю бонус, там, в играх-кланах поиграю и на этом все. Ну и... Ачивки, по сути, ну да, но все в одном месте показывалось, поэтому показывать нечего. По миксам я юзаю примерно вот такой микс всегда, но иногда бывает такое, что юзаю вот такой. То есть, заходите скелетоносцами с мухами, забираете ТХ, какой-то процент, а уже потом подбиваете процент дракончиками. Ну и плюс машина, конечно же, тоже танкует. Это второй мой микс, который я использую. Давайте сразу же, наверное, все миксы, которые я использую, покажу вам. Это были воздушные миксы, которые активно использовались. Потом я юзаю вот такой вот микс тоже. На своем втором ТХ-15 в Рашерском я юзаю вот такой микс, он достаточно крутой тоже. Это предзаход в виде бомберов, машины, пушек и, конечно же, варвары выполняют задачу танка от строений дефа, которые наносят огромный урон. Ну, кто-то, конечно, использует не так, кто-то вот так вот использует, допустим, два лагеря гигантов, пушки, ну и, например, лучниц там взять или варваров, чтобы потом дойти до ратуши и ее забрать или процент набить лучницами, варварами там, не знаю. Кто-то использует, ну, я не знаю, ведем, пеку. С пеками я, кстати, миксы вообще не помню и с хогами тоже, потому что не играл ими, ну, никогда, можно сказать. Я готовил на них миксы, тестировал, но они мне не очень зашли. Хоги, они классные, но частенько и на этом все. Остается какой-то дефенс и ты тупо не успеваешь или же не можешь добить эти строения. Поэтому хогов я использовал не часто. Ну, а так, обычная деревня строителя. Ничего примечательного тут нет. Тренировка тоже полностью пройдена. Одиночная игра я показывал, что еще не допроходил. Я просто пооткрывал эти карты, посмотрел, что там за ловушки и какой изъян там. Но пройду я совсем скоро их и будет отдельное видео по прохождению ластовых карт. А так, ну, я, по-моему, самое-самое-самое все показал. Основное... Да я, по-моему, вообще все показал. Мне нужно только у жительниц узнать еще, как у них вообще тут дела, как они поживают. Это будет вообще все. Ну-ка, ответь мне, как тебе тут живется? Нормально? Нет? Короче, все понятно. Они игнорируют меня, поэтому, значит, их что-то не устраивает. В общем-то, друзья, на сегодня ролик заканчивается. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ожидаем вместе со мной обновления либо на ТХ-15, либо на ДС-10. Все, давайте. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok